Всем привет! Я готовлю домашний квас. Покажу, как я его делаю. Обычный я квас всегда готовлю таким способом. Покупаю обычный сухой квас в магазине, уже готовый. Это называется сухой квас. Так понимаю, хлеб высушенный, перемолотый в крошку. Не знаю почему, но именно с ним у меня получается хороший квас. Покупаю я именно сухой, не солод готовый для кваса. Поэтому беру примерно вот такое количество, немного. Это где-то стакана 2-3, может быть, сухого кваса. Туда же добавляю где-то полтора стакана сахара. Это у меня идет на 5 литров кваса. Сахара беру немного. Сахар я добавляю в процессе уже готовки или по окончанию. То есть смотрю уже по вкусу. Если недостаточно сладости, то я добавляю после еще сахара. Все. Теперь нам нужно приготовить квасное сусло. Добавляем кипяток. И нужно распарить нам квас сухой. Мы его распариваем. Он должен распариться и настояться. Не знаю почему, но именно с сухим квасом лучше всего получается квас. Вот даже свой хлеб у меня ржаной, с него не получается такой вкусный квас, как вот именно с покупного сухого. Не знаю почему, может что-то они туда добавляют, конечно. Видите, он как запаривается, разбухает. Поэтому я говорю, много не надо насыпать. Достаточно вот 2-3 стакана. Это я на 5 литров беру. Плюс мы еще добавим свой домашний хлебушек поджаристый. Сейчас нужно поставить, и это должно запариться. Хорошенечко запариться. После этого продолжим готовить квас. Сусло запарилось, уже хорошо так разбухло. Его нужно приложить в емкость, где будем делать квас. Я в 5-литровые банки делаю. Перекладываем сюда сусло наше. Беру сухарики, домашний ржаной хлеб. Я их очень хорошо поджариваю для цвета. Ну не все, но частично, чтобы цвет был такой квасной. Добавляем сюда в банку. И заливаем водичкой не полностью, а где-то вот так вот по плечке. Если вы готовите, я вообще делаю, если вода у меня из-под крана, то я ее пропускаю через фильтр и обязательно кипячу. Кипячу, остужаю и добавляю. Но так как сейчас я пользуюсь водой покупной, в смысле артезианской, я добавляю без кипячения воду. Квасню нашу перемешиваем. И сейчас накрываем марлечкой. Завязываем марлечкой, убираем на 2 дня. В процессе 2 дней обязательно взбалтываем. Это обязательно нужно сделать, чтобы осевшее сусло работало. Через 2 дня можно попробовать на вкус. Если появилась приятная квасная кислинка, то можно убирать в холодильник. Он потом дозревает в холодильнике. Главное не передержать, чтобы не появился сильный кислый вкус. И раньше не поставить. Ну, я в процессе покажу. Сутки прошли у кваса. Видите, он уже начинает зреть. Обязательно нужно его взболтать. Взболтать. То, что покажется много объему сусла, это не страшно. Можно добавить водички, не страшно. Можно поменьше сусла сделать. Я всегда делаю в таком объеме. Все, это в сутки прошли. Ждем следующих. Все, наш квас готов. Прошло у меня 3 дня. Обычно 2 дня. Если в тепле поставите, можно за один день сделать квас. Чем теплее, тем быстрее приготовление. Я поставила в холодненькое место. У меня 3 дня готовился квас. 3-4 дня. На сегодня 4 день. Убираю сверху. Наши сухарики. Теперь аккуратненько переливаем через тряпочку. Это у меня специально для кваса тряпочка. Чтобы отделить от мухры всякой. Все, а тут у нас остается сусло. Сусло, соответственно, я чуть-чуть оставляю. Где-то примерно пол-литровую баночку. Я его использую для дальнейшего закваски кваса. Очень удобно. Оно быстрее созревает. Уже готовое сусло. А то, что останется, можно вылить на грядке. Это, между прочим, отличное удобрение для огурцов. Можно курочкам отдать. Я и курочкам отдаю с удовольствием, ими они клюются. Сейчас мы процедим. И переливаем нашу емкость под квас, которую мы купили в фикс-прайсе. Такой кисленький, такой приятненький. Это вот первый квас, когда делаете, у него еще газиков нет. Не так много газиков. А уже вот, когда второй на закваске сделать, он получается, вот как обычный, продавался газированный такой квас, он получается с газиками. Все оно вкусно, очень напоминает в квас, который продавали раньше в бочках. Обалденный вкус. Все, надо срочно делать окрошку. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписываться не забывайте. Готовьте квас, делайте окрошку. Всем пока.